В Казахстан придут новые иностранные компании. Глава государства сегодня провел несколько двусторонних встреч с немецкими бизнесменами в Мюнхене. В Германии Касамжимар Тукаев планирует принять участие и в Мюнхенской конференции по безопасности. Завтра президент выступит с докладом и предложит свои инициативы по сохранению стабильности и безопасности в мире. Из Мюнхена Лаура Байбачанова. Мюнхенская конференция за полвека ее проведение стала открытой площадкой для переговоров. И не только по вопросам безопасности, но и деловых встреч на уровне первых лиц государств. Визит в Мюнхен президента Казахстана запланирован весьма продуктивно, учитывая, что по регламенту официальная церемония открытия форума запланирована на вторую половину дня. В первой Касамжимар Тукаев провел ряд двусторонних встреч. Первая с председателем правления компании Бэйва Эйджи Клаусом Луцем. Европейскому холдингу почти 100 лет, и он гигант в сфере сельского хозяйства, энергетики и строительства. У компании почти 300 представительств в мире. В Казахстан руководство компании намерено вложить инвестиции сразу в несколько проектов. Один из них – создание агроинновационной лаборатории на базе Назарбаев университета. Мы планируем расширять сотрудничество с вами. Я специально прилетел за полтора часа до начала из Нур-Султана, чтобы подробно поговорить о нашем сотрудничестве. В этом году наша компания празднует 100-летие со дня основания. Мы инвестируем в бизнес многих стран. Сейчас нацелены на Объединенные Арабские Эмираты. Мы рады сотрудничать и с вами. Построить новый железнодорожный или автомобильный контейнерный терминал в Казахстане заинтересована другая немецкая компания. Об этом при встрече Касым Жумарту Тухаеву рассказал член правления Михаэл Виферс. В прошлом году, когда я был в Германии с официальным визитом, я рассказывал о привилегиях в нашей стране для зарубежных инвесторов. В нашей стране создана специальная компания по привлечению инвестиций «Казахинвест». В составе нашей делегации министры профильных ведомств. Я хочу познакомить вас также с послом Казахстана в Германии, чтобы вы могли напрямую вести переговоры по развитию бизнеса. У нас семейная компания. Годовой оборот выше 50 миллиардов евро. Мы готовы к сотрудничеству и с Казахстаном. Встретился Касым Жумарту Тухаев и с председателем правления компании «Реверс Логистик Систем ГМБХ» Патриком Видеманом. Компания – мировой лидер в залогово-возвратной депозитной системе. То есть стимулирует предприятие быть экономически выгодным за счет простого механизма. «Мы планируем работать в Казахстане. Наша главная цель – поменять отношения казахстанцев к мусору. Каждую упаковку можно вторично использовать. По системе, которую мы предлагаем, можно получать доход из твердобытовых отходов. Так, при возврате тары потребитель возвращает себе 25 центов, потраченную за эту же покупку. В странах Европы такой подход очень развит». Впрочем, отношения между Казахстаном и Германией всегда были дружественными и взаимовыгодными. Между странами действуют 35 соглашений в области экономики, промышленности, науки и техники. Для немецких бизнесменов Казахстан, впрочем, как и для всех других зарубежных инвесторов, всегда создавал особые условия. Об этом Касамжумар Токаев уже говорил еще в ходе своего официального визита в Германию в декабре 2019-го. Меньше чем за два часа глава государства провел три двусторонние встречи, а после принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. 56-й по счету форума открыл его председатель Вольфган Ишингер. Участники конференции обсудили вопросы ядерной безопасности, торговых войн и санкций. Ситуацию на Ближнем Востоке. Конференция по безопасности в Мюнхене завершилась буквально час назад. Завтра форум продолжится. Сессия панельных дискуссий и инициативы по сохранению стабильности и укреплению безопасности в мире Касамжумар Токаев озвучит завтра. До выступления у главы государства, так же, как и сегодня, запланирован ряд двусторонних встреч. Лаура Байбачанова, Азамат Саметов, Айду Сирикполуэлла при поддержке телерадиокомплекса президента. Итоги дня Мюнхен. Участие в Мюнхенской конференции по безопасности говорит и о возросшем авторитете Казахстана. Так утверждают эксперты. Касамжумар Токаев за последние три месяца уже второй раз посещает Германию. После выхода Великобритании из Евросоюза Федеративная Республика заняла лидирующую позицию в ЕС. Но не секрет, что Европа уже давно проявляет интерес к нашему региону. А недавно была принята новая стратегия сотрудничества со странами Центральной Азии. Суть заключается в экономической и инвестиционной сотрудничестве. А еще это возможность вести переговоры по конфликтным ситуациям в Афганистане, вокруг ядерной программы Ирана и другим проблемам. В Казахстане Евросоюз видит прежде всего регионального лидера. Оно и понятно. Ведь наша страна сыграла огромную роль в ядерном разрушении. И мировая общественность это оценила. Кроме того, именно Казахстан может стать посредником для создания доверительных отношений в глобальной политике. В этом направлении уже сделаны первые шаги. Несколько месяцев назад Ельбаса предложил сесть за стол переговоров лидерам США, Китая, России и Европейского Союза. Многие политики считают, что предложение вполне актуально и своевременно. И еще один факт. Роль нашей страны в организации проведения пока единственного в 21 веке Астанинского саммита ОБСЕ в 2010 году. Принятая тогда декларация работает и по сей день. В ней изложены во многом согласованные подходы государств, участников и партнеров ОБСЕ по широкому кругу вопросов укрепления глобальной безопасности. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...